Алилуйя! Алилуйя! Приветствую вас в прямом эфире. Я Максимов Максим. Это прямой эфир. Возьмите вашу кружечку кофе, чаем, шоколадом. Сегодня мы продолжаем нашу тему. Мы начали говорить о теме «Где мои деньги?» «Где мои деньги?» Вопрос, почему финансы поют романсы. И мы посмотрели на библейский взгляд на финансы. Я хочу пригласить вас в нашу общину «Дом Веры». Добро пожаловать в «Дом Веры». Если вы хотите, пройдите на сайт «Домвера.ру» и вы сможете задавать мне вопросы. Начнем с того, что являются ли деньги злом. Ответ на этот вопрос однозначен. Нет, деньги — это не зло. Деньги — это не зло. Когда кто-то говорит «деньги зло» — неправильно. Сребролюбие — корень всех зол. О чем мы говорили в прошлый раз. Желающие обогащаться. Давайте пройдемся. Первое послание в Новом Завете. Первое послание Тимофею. Шестая глава. Первое послание к Тимофею. Шестая глава. И шестого стиха. Написаны такие слова. Первое Тимофею. И будем считать до десятого. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Божественным и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, и явно ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие, хотящие, намеревающиеся, только желают, еще не обогатились, только желают. Хочу деньги, деньги, деньги. Ты хочешь деньги? Окей. Желающие обогащаться впадают в различные искушения и сети, и во многие безрассудные и вредные похози, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Вот желающие обогащаться. Это не говорится о богатых, это говорится о желающих обогащаться. Корень же всех зол, есть им... Десятый стих. Деньги? Нет. Деньги не зло. Сребролюбие. Корень всех зол. Это не деньги, это сребролюбие. Любовь к деньгам. Вот в чем проблема. Я люблю деньги, я люблю... Когда мой сын рассказывает, проезжали они на экскурсию, мимо банка ехали, и учительница говорит, вот банк, дети, кто любит деньги, закричите, я люблю деньги. И все дети в автобусе орали, я люблю деньги. Это было очень странно. И мой сын, говорит, так звучало все это странно и по-левому, потому что у нас воспитанное отношение. Любовь к деньгам, это корень всех зол. Корень... Еще раз, десятый стих. Корень всех зол, сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Скорбь это боль, проблемы, страдания, мука и так далее. Итак, когда человек богатый построил себе башню, он сказал все. Он сказал самому себе, все, у меня есть башня, все будет классно, все, теперь я крут. Крут, 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 крут. Вы знаете, когда человек без бога принимает решение и говорит самому себе, я крут, у меня достаточно денег, я богат, я все. Бог смотрит и Бог ревнует. Знаете, ревнует, когда мы изменяем ему с финансами. Бог хочет, чтобы у нас с вами было отношение с ним. Бог хочет иметь с вами отношение. Он хочет иметь с собой личное отношение. И когда он видит, что ты имеешь отношение с деньгами, любовь к деньгам, а не любовь к нему, у него возникает ревность. Он не хочет тебя делить ни с кем. Деньги нужно иметь. Деньгами нужно управлять. Не позволь, чтобы деньги управляли тобою. Не позволь, чтобы деньги меняли тебя. Не позволь, чтобы деньги контролировали тебя. Не позволь, чтобы имущество, вещи управляли твоими решениями. Позволь Богу управлять твоей жизнью. Скажите, о меня. Позволь Богу быть господином. Деньги – хороший раб и деньги – плохой господин. Я где-то такое выражение слышал. Деньги – это хороший раб и очень плохой господин. Все, что вам нужно принять решение. Я не хочу, чтобы деньги были моим господином. Деньги не будут говорить, что мне делать, как мне жить. Деньги не будут контролировать меня. Деньги не будут манипулировать. Я принимаю решение, а не деньги принимаю решение. Окей. Когда мы вообще говорим, знаете, о чем говорят большинство людей? О богатых людях. О-о-о. Эти богатые люди, эти богатые люди. И все время, знаете, вы готовы пожертвовать деньги богачей. Вот я знаю, многие из вас готовы пожертвовать деньги богачей. Вы готовы посеять их финансы, раздать их финансы. Пусть богатые люди жертвуют. Серьезно? Ты готов пожертвовать миллионы, а почему бы богачу мне когда кто-то встречает, он говорит, Максим я тебе желаю, чтобы появился богач, который бы просто профинансировал твое телевидение и чтобы вы не имели нужды я смотрю, говорю, ты молодец пожертвовал все деньги богачей молодец, какой ты щедрый какой ты щедрый и тогда я поворачиваю, а ты как бы поддержишь или нет он смотрит, а зачем мне поддерживать, пусть богачи поддерживают, вот люди мы иногда щедрые жертвовать чужие деньги, деньги богачей, а почему бы самому не начать быть жертвенным ведь вопрос к тебе лично кто управляет вы знаете, я замечал такую тенденцию что есть мнение, что богачи ими управляют деньги но не всегда так, я видел бедняков которыми управляют деньги когда мы говорим о финансах здесь нет вопрос, сколько у тебя их вопрос, кто кем управляет ты управляешь ими, или они управляют тобою и так в писании есть такое очень интересное заявление книга Екклесиаст в Старом Завете находится рядом с притчами поищите там Екклесиаст рядом с псалмами притчами Екклесиаст 10 глава и здесь написаны такие с 19 стиха посмотрите Екклесиаст 10 глава 19 стих откройте пожалуйста пиры мероприятия события устраиваются для удовольствия праздники вино веселит жизнь а за все отвечает серебро давайте так переведу любой проект который организовывается он организовывается для людей для радости конференции сейчас у нас в Алмате будет конференция святые в городе не пропускайте прямые эфиры пожалуйста будет прославление молитва хвала будут проповеди потрясающие люди собрались будет просто супер и пиры устраиваются для людей для радости но за все отвечает серебро любая вещь сейчас я сидя в студии лампочка горит кто-то должен заплатить за лампочку за электричество и кто-то должен заплатить за то чтобы это продолжалось когда мы говорим вот у меня кофе горячее кто-то должен был купить кофе кто-то должен был засунуть его в микроволновку за все отвечает серебро другими словами любая вещь вот бумажка я распечатал конспекты своей проповеди кто-то должен был купить ответить серебро за всем стоит серебро прямо или косвенно или в церкви или вне церкви за все стоит серебро любая вещь за нею стоит серебро вот эту жилетку мне подарила мама Но до этого она купила ее, и когда она купила ее, она отвесила серебро. Когда мы с вами говорим о принципах, за все отвешивается серебро. И дальше, интересно, 20 стих. Дальше вдруг, давайте еще раз, 19 стих откройте, пожалуйста. Перу устраиваться для удовольствия, и так далее, за все отвечает серебро. И следующий стих, прямо за ним идет. Посмотрите, как он говорит. Даже в мыслях твоих не злословь царя. Даже в мыслях твоих, не то, что на языке, а в мыслях. И в спальной комнате твоей, за закрытой дверью, не злословь богатого. Потому что птица небесная может перенести слово твое. И крылатая пересказать речь твою. О как! Даже в мыслях твоих. Знаете, как люди любят осуждать богатых. Люди любят рассуждать. О, эти богачи, они вот такие, вот такие. Не трогай их, оставь их в покое. То есть, экклесиаст, Соломон, мудрый человек, он говорит такие слова. Не говори гадостей в спальне твоей, жене твоей. Про какого-то человека. Не говори гадостей. Не злословь царя. Даже внутри, когда ты один сам с собою. Не злословь царя. Не нравится тебе этот презент. Мне он тоже не нравится. Но при всем моем не нрав... Я его называю и уважаю. Я его не оскорбляю. И благословляю. Благословляю, чтобы он остановился от своих коварных дел. Чтобы он остановился от своего безумия. Я не соглашаюсь с безумием. Я не поддерживаю безумие царя. Но злословить я не могу. Даже в мыслях твоих не оскорбляй. Не злословь. Не говори проклятие. Благословляй. Ибо ты к этому призван. И к богатым... Смотрите, как интересно. Когда многие люди, они начинают свою жизнь, в свое хождение, они попадают под влияние людей, которые злословят, бунтуют, негодуют, возмущаются. Знаете, когда вот эти движения рабочих и крестьян пошли и говорили, мы богатых сейчас, мы им сейчас покажем. Когда кто-то приходит... Знаете, когда пришел капитализм к нам в Россию, он хотел всех сделать богатыми. Пришел коммунизм, он решил всех сделать бедными. Когда мы говорим о ком-то гадости, это очень плохо влияет на нас. Когда мы говорим о богатых людях, которые добились чего-то, гадости, это тоже влияет плохо на нас. Вообще у нашего народа любовь говорить гадости, говорить какую-то клевету, говорить какую-то смаковать, какую-то мерзость. Даже в мыслях твоих, в мыслях твоих незлословие царя. И давайте посмотрим... Давайте с первого стиха, одиннадцатая глава. Откройте одиннадцатую главу. Одиннадцатую главу с первого стиха. Просто следуйте, продолжение. Здесь заложен принцип. Екклесиаст, одиннадцатая глава, по-моему. Отпускай хлеб твой по водам. И вот здесь закладывается фундаментальный принцип работы финансов в Божьем Царстве. Запускай хлеб твой. Хлеб... Что такое хлеб для каждого из нас? Ну, давайте вот просто порассуждаем. Хлеб. Ну, давайте хлеб... Есть такая русская пословица. Всему голова. Запускай хлеб твой по водам многим. Я не знаю, как это образно. Запускать. Я посмотрел. И слово запускать. И это значит посылать, отсылать, отпускать, простирать, быть посланным, отсылать, выгонять, выбрасывать, освобождать. Вот какие слова. Отпускай, высвобождай, бросай, отдавай хлеб твой по водам. Еще раз, пожалуйста, выйти на экран. Это место. 11 глава 1 стих. Отпускай хлеб твой. Мой хлеб я хочу сам съесть. Я хочу сам съесть мой хлеб. Хлеб надо есть. Он не создан, чтобы его не ели. Он создан, чтобы... Отпускай... Делись. Отпускай хлеб твой по водам. Потому что по прошествии многих дней опять найдешь в его. Ты снова обнаружишь твой хлеб. Он сделает круг. Он сделает цикл. Отпускай хлеб. Соломон богатый парень. Мудрый царь. И он дает нам мудрые советы. Отпускай. Запускай. Запускай хлеб твой. Отсылай хлеб твой по водам. Многие люди говорят. Ну как я запущу хлеб и что дальше? Ты запустишь хлеб и твой хлеб начнет свое путешествие. Давайте так. Это своего рода инвестиция. Отпускай хлеб твой. Это своего рода инвестиция. Запускаю хлеб твой. Отправляй его как купца. Купцы уходили далеко на своих галерах или на своих кораблях в другие страны. Искали, покупали что-то, привозили, что-то увозили туда, обменялись. Отпускай хлеб твой. Когда мы говорим о запускании хлеба, мы говорим о принципах. Блажение давать. Что лучше? В чем больше благословения? Когда ты потребляешь или когда ты сеешь, вкладываешь, в чем больше силы? Конечно же, нам нужно потреблять. Нам нужно хлеб для питания, для нас, чтобы мы кушали что-то. И Бог благословил нас хлебом. Но Бог также нас благословил мудростью, чтобы мы зерна не съедали, а оставляли и запускали. Запускай хлеб твой, потому что у него есть способность двигаться. Ты посеял семена, осенью эта семечка, каждое зернышко принесет 10, 20, 30 других зернышек. Каждое зернышко принесет тебе обратно зернышки. И эти зернышки придут к тебе, и ты уже собираешь. Ты посеял один мешок картошки, пожал 5, 6, 7, 10 мешков картошки. Ты запустил мешок картошки. Тебе неохота было хоронить свою любимую картошку, конечно, но ты запускаешь. Запускайте хлеб, запускай принцип, запускай хлеб твой. Идем дальше. Где мои деньги? Почему ко мне хлеб не приходит? Одна из причин, потому что вы не запускаете. Давайте вот эту камеру включите, пожалуйста. Когда вы, я вот такой пример покажу. Когда вы берете и, скажем, вот временная линия, да? Когда вы берете и запускаете хлеб. Вот я запустил хлеб. И этот хлеб ушел. Через время он вернется ко мне, но только уже с прибылью. А я движусь по времени. То есть я нахожусь, ну давайте вот, я кружка, я вот так буду вот. Я кружка, движусь по временной линии. Вот это время моей жизни. Вот мой запуск хлеба. Я запустил хлеб. Вот сегодня я запустил хлеб. Проходит время, и меня вот здесь ждет урожай. Прошло время, я ничего не получил. Я снова запустил хлеб. Снова придет урожай. Проходит время, я движусь. Я снова запускаю хлеб. Вот здесь будет урожай. Потом идет время, я сказал, знаешь что, я ничего не могу пожать. Не буду больше запускать хлеб. И я прохожу, прохожу. И вдруг я начинаю жать. Вау, я пожал. Ура! Я пожал. я обрадовался иду дальше ура я опять пожал опять пожал но так как все это время я не запускал хлеб теперь жать вот в этой области сегменте я не могу ничего не будет у меня приходить другими словами если ты перестаешь запускать хлеб твой если ты перестаешь отправлять хлеб твой по водам это это должен быть как алгоритм жизни проснулся я хочу запускать хлеб я хочу благословлять я хочу служить я до окна закрывается иногда вопрос почему закрываются окна почему причины причины закрываются окна над тобой закрылись окна и ты не чувствуешь у тебя нету ни заказов не клиентов не не чего-то не знаю что там делаешь и тогда вопрос почему задай вопрос почему ты хаешь богатого ты говоришь плохо о царе, ты не запускаешь хлеб твой, ты не ходишь под благословением, интересно, а вспомни, когда у тебя дни были такие злачные, такие сытые дни, что же ты до этого делал, ты был верным в своей церкви, был пастор, помогал пастору, служил и благословлял, молился и участвовал, или ты пошел против него, включил свою дурку, мы сам, кипит наш разум возмущенный, кипит в башке твой разум возмущенный, ну хорошо, но вот ты сам с усам, и к чему допрыгался, когда вы хотите увидеть урожай вашей жизни, принципы одни и те же, не злословь, тебе что-то не нравится, не злословь, молись, не проклинайте, а благословляйте, второе, запускай хлеб твой по водам многим, запускай хлеб твой, снова возвращаемся к Еклесиаст 11 глава с первого стиха, отпускай хлеб твой, очень важно, твой хлеб, вы готовы запускать чужой хлеб, отпускай хлеб твой по водам, потому что в прошествии многих дней, по прошествии многих дней опять найдешь его, опять найдешь его, знаете, это значит достигнешь доставиться быть доставленным быть удовлетворенным случайно встречать находить ты приобретешь его вот это значение следующее давай часть отделяй часть возьмите часть и распределите куда мне давать часть дамкая часть в одно место нет в два места может быть дать часть 6 а соломон говорит давай часть еще раз включите пожалуйста давай часть семи и даже с кому восьми давай часть семи и даже восьми ибо не знаешь какая беда будет на земле эти подпорки иметь сколько подпорок лучше одну две три четыре или семь восемь давай часть запускай всем восемь направлений давай часть семи и он подумал и даже восьми разумная диверсификация распределение рисков не в одном а в семи или восьми будь мудрым давай часть семи или восьми молодец соломон красавчик идем дальше третий стих когда облака будут полны посмотрите принцип когда облакам наполнятся облако наполняется 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 то прольют на землю дождь только тогда когда они будут полны почему не наполняешь облака я тебя спрашиваю почему не наполняешь облака наполняй облака облака прольют дождь только тогда когда они будут наполнены если же ты чуть-чуть туда испарил стакан кофе вот есть парил давайте дождь летит на меня ведро нет когда облака принцип работает когда наполняется полнота времени когда облака будут полны тогда они прольют дождь снова открываем третий стих когда облака будут полны тогда пролится дождь дальше если упадет дерево на юг или на север то оно там и останется куда упадет если у тебя есть убеждение дорогой человек очень трудно перенести бревно которое упало оно лежит и лежит если твоей жизни бревно упало в одном направлении то оно там будет торчать оно и будет там оставаться и нужно будет передвигать бревно если у тебя есть убеждение что инвестировать это плохо вкладывать это плохо сеять это плохо это плохо давать часть 7 или 8 это плохо запускать если тебя бревно так бумс упало то оно там и останется и облака прольются тогда когда наполнится посмотрите как соломон говорит очень образно для для людей ну давайте скажем разумных читаем дальше кто наблюдает ветер смотрит смотри какие ветры перемен какие ветры новостей смотри какой ураган что в мире происходит кто наблюдает ветер сидит у того не будет времени чтобы сеять тому не сеять ветер может быть он семена поднимет и они улетят давай не будем сидеть давай если ты все время ссылаешься на то что плохой климат вот советский союз разрушился я помню люди будет ветер все рушится цены упали квартиры 200 до там 10 тысяч 5000 2000 даже в некоторых местах были квартиры по 500 долларов шахтинки там еще кто наблюдает ветер тому не сеять вот совсем дешево самое время покупать вот они еще дешевле будут да не буду дешевле потом квартиры выросли до 10000 ооо смотрите ветер подул цены пошли вверх уже 10 тысяч потом они выросли до 20000 ооо смотрите квартир до 20000 потом они вышли до 50000 ооо смотрите они выросли будут дураки а чушь я не взял по 200 долларов кто наблюдает ветер вы слишком много смотрите новостей еще раз открываем это кто наблюдает ветер тому не сеять и дальше читаем кто смотрит на облака облака кучерявые лошадки облака куда вы мчитесь без оглядки вам не жать хватит смотреть на облака и на ветер тебе нужно сеять и жать это принцип идем дальше как ты не знаешь путей ветра и того как образуются кости в очреве беременной так и не можешь знать дело бога как работает бог который делает все и поэтому ты не понятия не имеешь как бог работает поэтому утром сей семя твое и вечером я устал я столько сел и вечером не давай руке отдыха руке твоей потому что не знаешь то семя которое ты посеешь утром или вечером или то и другое равно хорошо будет ты не знаешь какой из них будет лучше но ты ты просто сей семя утром и вечером не давай руке твоей отдыха потрясающее послание соломон говорит очень четко и конкретно дорогие мои когда мы говорим о принципах не забывайте божьи принципы сей семена кто сеет семена будь мудрым будь разумным будь человеком который с мозгами с отношением подходит к вопросам знаете когда когда я решил себе купить велосипед и посмотрел здесь цены безумные на велосипеды я сказал не тороплюсь меня есть время и когда я посмотрел зашел в интернет стал искать там к частные продажи и вдруг смотрю какой-то студенту срочно нужно уезжать и он за бесценок отдает велик я уже лежал в постели я позвонил ему он сказал все приезжай мне утром улетаю и я дешево отдаю я груб почему так дешево у меня нет времени торговать я сказал вот в мой момент и велосипед который стоит 600 долларов я его взял за 200 220 точнее знаете какое благословение не торопись я посмотрел я сказал боже я так благодарю тебя что ты даешь мудрость и разумное управление и мне не приходится тратить огромные деньги на что-то чтобы приобрести нормальные вещи бог благословляет утром все семя вечером все семя не ты не знаешь какое будет ты пожнешь свое время ты пожнешь свое время придет урожай в твою жизнь в твою судьбу придет урожай вашей жизни когда мы говорим о божьих принципах божьи принцип остаются неизменные вопрос почему сегодня я не пожну урожай значит в твоем времени был сбой когда ты перестал отправлять семена может быть атака может быть дьявол может быть еще что-то причин много но я как бы говорю фундаментальные семена первое не осуждай людей особенно богатых и царей не судя оставь их в покое бог с ними сами разбираться будет пускай они там живут пускай они делают что хотят пускай они там вот они же такие хватит тебе тратить твоя задача наполнять облака сей семена вкладывай будь разумным когда мы говорим о служении господу служение господу это быть разумным бог сказал десяти на приношение остальные 80 процентов для твоего управления нужно накормить нужно оплатить нужно сделать и нужно оставить для того чтобы посеять в будущем чтобы было по вот из чего сеять в будущее время чтобы было из чего сеять бог не сказал отдай все когда кто-то говорит я хочу все пожертвовать когда бог говорит я хочу все 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 кто-то говорит я хочу все богу пожертвовать дорогие люди это очень очень прискорбно когда вы говорите я хочу все пожертвовать бог не просил вас все жертвовать он сказал принесите мне десятую часть и приношение десятины приношения и тогда я благословлю вас бог не просит у вас всего если кто-то вас вынуждает церкви давай больше давай больше дай ты еще дай две тысячи дай манипуляция. Он сказал, десятины приношения. Пусть Бог благословит вас. Завтра мы продолжим нашу тему. Я верю, что вы получаете благословение. Спасибо за участие. И сейчас я помолюсь, чтобы Бог благословил вас и дал вам разумение в управлении, дал вам разумение, как управлять вашими финансами. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь, да откроет окна небесные, да дарует вам мудрость, да откроет Господь вам истины. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Господь да поддержит вас, да укрепит вас, да оградит вас во имя Иисуса Христа от всякого зла. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. И все скажем Аминь. Драгоценные, у нас начинается потрясающая конференция, святые в городе. Завтра, по-моему, начнется, завтра эфир будет 18.00 по Алматинскому времени, не знаю, по вашему времени. Посмотрите, с завтрашнего дня начинаются у нас эфиры, на сайте где-то должно быть записано. Пусть Бог благословит вас. Еще раз, запускайте ваши семена, не забывайте этого делать. Когда мы говорим о поддержке, я благодарю Бога за всех партнеров, за всех друзей, за всех тех, кто поддерживает меня, за тех, кто участвует в Божьем деле. Ваши десятины помогают мне делать дела Божьи. Поверьте мне, если вы принесете вашу десятину и увидите, как Бог, я буду молиться, и Бог благословит вас. Я в это верю. Я не беру себе ничего, мне от вас ничего не надо, но ваши десятины и приношения помогают нашему каналу, Дому Веры, продолжать вещаться. Спасибо вам за поддержку, спасибо вам за участие, спасибо за партнерство, спасибо за то, что вы делаете возможным эти прямые эфиры. Спасибо за то, что вы открываете двери для многих людей, для их спасения. Я Максим Максимов, заканчиваю прямой эфир, хочу благословить вас и приглашаю вас присоединяться к нам. Каждый день в прямом эфире, на том же месте в тот же час, кроме субботы и понедельника, я служу вам и проповедую вам Евангелие Иисуса Христа. Держитесь за Богом, участвуйте в Божьем деле, сейте ваши семена и не забывайте, что когда облака наполнятся, они прольют дождь. Хранит вас Господь. Встретимся завтра. Пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал МаксимСиНЛ и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.